Следующий вопрос также важный. Идакан из шарику Муасира. Говорит, если шарик, то есть партнер, в данном случае кто в нашем примере? Амак. Является Муасир, бедным человеком. Не может заплатить покупателю, то есть Мансуру, всю сумму денег. Может ли он тогда делать шуфа? То есть имеет ли право на шуфа или это право от него отпадает? Вопрос ясен или нет? За это продал Мансура своего часть земли, не предложив его предварительно Амру. За 500 тысяч риалов. Теперь Амр решил воспользоваться своим правом на шуфа. Приходит к Мансуру и говорит, я у тебя эту землю выкуплю. Мансур говорит, хорошо, выкупай, давай мне 500 тысяч, забирай свою землю. Он говорит, у меня сейчас 500 тысяч нет, я бедный и так далее, и так далее. У меня появится через 5 лет 500 тысяч, допустим. То есть право на шуфа остается у него или не остается? Говорит Закар Аглюл-Ильм, анна шарик, ла яшфа, и заканна ла яхдюру аля шуфа. Говорит, обладателя знаний упоминают в этом вопросе то, что шарик, то есть партнер по этой земле, в данном случае Амр, не имеет права на шуфа, если не может сразу расплатиться. Если мы заставим к этому покупателя, то есть заставим Мансура ждать сидеть 5 лет, пока у Амра появятся деньги, то этим наносится вред этому покупателю Мансуру. Правильно ли нет? А один вред не удаляется удалением другого вреда. То же самое говорит, если Амр, то есть партнер является бедным, но обещает привезти поручителя, или оставляет что-то в залог, или дает Ива. Что такое Ива? Допустим, Мансур купил у Заида землю за 500 тысяч реалов. Приходит к нему Амр и говорит, давай я у тебя выкуплю эту землю, но у меня реалов нет, 500 тысяч реалов нет, у меня коровы есть. Давай 10 коров забери у меня, каждая корова стоит 50 тысяч реалов, допустим. Например. И на этом мы с тобой разойдемся. Обязан на это Мансур соглашаться или нет? Нет, Мансур на это соглашаться не обязан. Говорит, покупатель не обязан на все это соглашаться. Но если Шарик Амр готов ему заплатить 500 тысяч, тогда Мансур обязан на это согласиться и отдать ему эту землю. Если нет, тогда не обязан на что-либо другое соглашаться. Это первое мнение в этом вопросе. Точнее, это не первое мнение в вопросе, а что? Мнение ученых в этом вопросе, которые высказали его. Если же, говорит Амр, обладает необходимой суммой денег, но сейчас его выплатить не может по каким-то причинам. Допустим, эти его деньги в другой стране, в другом городе, например. Или что-либо подобное. Или он эти деньги отдал кому-то в долг и ждет, когда ему этот долг вернут, например. Тогда, говорит, что Ахмад и Малик сказали. Необходимо подождать день или два. Сказал Абн Шубрама и также Суфьяна Саури. Нужно подождать три дня. Вообще ничего не ждут. Если деньги есть, есть. Если нет денег, то право на Шубрама отпадает. И от имама Ахмада приходят. Это возвращается к мнению кого? Судьи. Это мнение является правильным в наши времена. То есть в наши времена люди поступают именно так. Возвращаются к кому? Судьи. Это мнение является наиболее верным. И одному Аллаху лучше известно. Судья устанавливает Амру. Такое время, которое ему достаточно для того, чтобы забрать свои деньги. И такое время, чтобы это не нанесло вред покупателю, то есть Мансуру. Если в течение этого времени Амр не принесет необходимую сумму денег, то право на Шубрама у него отпадает. Все вот это вот понятно или нет? Значит, подведем итог. Если Амр решил воспользоваться своим правом на Шуба, но он в тяжелом материальном положении, у него нет денег. Тогда как поступить? Тогда он теряет свое право на Шуба. Потому что если мы скажем, что Мансура обязан сидеть и ждать, пока у Амра появятся деньги, это наносит ему вред. Поэтому право на Шуба этим самым Амр теряет. И вторая ситуация. Если у Амра деньги есть в своей основе, то есть он богатый человек, у него деньги имеются, но на данный момент их нет. Либо они у него находятся в другом городе, либо они находятся, допустим, где-то в каком-то учреждении финансовом, допустим, в каком-то банковском учреждении, так что он не может их забрать, потому что выходные, например, или что-либо подобное. Или он отдал эти деньги кому-то в долг, ждет, пока этот долг ему вернут. Тогда в этом случае как поступать? В этом случае Мансур с Амром идут к суде. Судья назначает Амру определенный срок. Говорит, вот тебе неделя, или вот тебе 10 дней, или вот тебе 2 недели, или вот тебе 3 дня, чтобы ты нашел необходимую сумму денег. Если найдешь, то выкупаешь у Мансура землю. Если не найдешь, тогда право на выкуп, право на Шуба, ты теряешь. Все. Вот этот вопрос ясен или нет? Теперь далее. Следующий вопрос. Продолжение следует...